Здравствуйте, дорогие друзья! И вызвал посла Швеции на ковер в Министерство иностранных дел к нам. Ваше мнение по этому поводу? Ну, просто не могла сдержаться женщина. Что вы хотите? Это женская слабость. Такая, ну, 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 ничто сделайте. Она потом это сказала, после того, как начали на нее давить, она говорит, меня неправильно поняли. Ну, конечно, неправильно. Это просто врожденный, естественный антисемитизм, ненависть к евреям, естественно, государству, если оно существует. Который существует у всех народов мира и будет существовать постоянно, в нарастающей степени, насколько наш мир будет все время устремляться вниз. То есть у него это не вырвалось, вы считаете? Нет, нет, нет. Это естественное состояние у всех. И чем хуже будет в нашем мире, тем будет озлобленнее чувствовать каждый в мире себя относительно евреев. Он будет все время, все больше и больше видеть в евреях, в Израиле, в греческом государстве. Будет видеть причину всех проблем, страданий и вообще всех плохих происшествий в мире. Очень правильно сказано. Если в кране нет воды, значит, вы пили жады. Что значит в кране? Кран это еще, может быть, местные органы власти, мэрия и так далее. А дождь идет, допустим, много там, или снег чего-то выпал, или какие-то... Только не скажите, что это тоже... Ну, как же нет. Ураганы какие-нибудь, стихийные бедствия или что. Вы считаете, это повернут? Во всем виноваты евреи. И так и будет выведено, и сказано, и подтверждено еще и учеными. У вас это не ирония, да? Я не иронизировал, я предупреждал о том, что будет вот такая реакция. Вы можете меня в блоге почитать уже еще месяц назад и так далее. Вот. И даже больше. То есть это естественно. Это естественно. Потому что, кстати, евреи во всем виноваты. Если бы они между собой соединялись и проводили таким образом через себя в мир добрую силу, наш мир был бы уравновешен ни ураганов, ни землетрясений, ни сотрясений между людьми, ни войн, ничего бы не было. До всяких мелких, даже домашних скандалов. Вот. Все, что происходит у вас дома, там какие-то всякие передряги, тоже виноваты евреи. Так что тут никуда не денешься. Мы должны это осознать в первую очередь и понимать, что мы живем в интегральном мире. И таким образом высшее управление, общее управление природой, интегральная вот эта схема сама, таким образом гонит нас к тому, чтобы мы исправили себя и через себя привели мир к исправлению. То есть вы это заявление шокирующим не считаете? Вы считаете, что оно естественное? Я понимаю и чувствую это состояние, поэтому для меня это просто, это естественная реакция, она в этом даже не участвует. Это просто через нее эта реакция выходит наружу. Через этого министра иностранного. Да, да, это женщина, по-моему, да? Женщина, да, женщина. Ее еще спросили там, а вот у вас ребята идут, у вас же там вербуются в исламское государство, как это так? Она говорит, нет, нет, корни ищите там. Правильно. И это тоже верно. Абсолютно во всем. То есть я считаю, что нам надо перестать удивляться, нам, евреям, надо перестать удивляться и заняться тем, чем мы должны заняться. То, что на самом деле требуют от нас все антисемиты, а на самом деле то, что от нас требует высшее управление весь мир. Стать примером миру, да? Нет, не просто стать, а соединиться, и тогда в нашем мире раскроется высшая добрая сила. Спасибо большое, спасибо. Будем и дальше следить за новостями. Нет, будем меняться. Будем меняться, спасибо. И менять к лучшему миру. Спасибо, спасибо, дорогие друзья.